Где найти старого пупса? Художник Александр Лавров специалист по игрушечным вопросам. Для этой выставки пупсов он нашел разных. Самый старый француженка 1913 года. А вот этот японский до военных лет. Галышей малышей Александр Лавров выставил к 8 марта. К 23 февраля он подготовил игру для настоящих мальчишек, войнушку. Они еще до войны пускали солдатики, но здесь таких нет, естественно. Они у меня есть, но я их сюда не выставляю. Почему? Мне их жалко. Тут иногда дети играют, и ничего не останется. У меня уже отломали какие-то головы. Прообразом этой композиции стала случайная фотография. Когда ее увидел, вспоминает художник, слезы на глаза навернулись. Впрочем, такие эмоции возникают не только у тех, кто здесь работает, но и у посетителей. Очень трогательный бывает момент. У нас бывали случаи, даже кто-то всплакнет, можно сказать, даже взрослые люди. Ну и просто они совершенно по-другому как-то раскрываются, эти люди. Некоторые в таком плохом настроении приходят, а потом радостно очень благодарят. Игрушечный музей с самого момента возникновения – это воспоминания из детства для взрослых и диковинные игрушки для детей. А эти игрушки с именем, так называется эта экспозиция, Александр Лавров называет лучшей своей выставкой. Здесь много интересных кукол, которые делали настоящие художники. Я, кстати, играл его игрушками. И даже мой старший брат играл игрушками Льва Наумича Сморгона. Я просто их очень помню хорошо. И когда я сейчас их стал встречать, я вдруг вспомнил себя, когда я маленький. Играл вот этими пупсиками, этими гимнастами. У меня был тигуренок совершенно потрясающий. Здесь его, правда, нет. Вот я его потом приобрету. Он есть в интернете. Это потрясающий художник. Он, кстати, сейчас жив. Ему 90 лет. А вот у этих кукол-клоунов автор неизвестен. Но бесспорно, что их тоже делали мастера своего дела. И, пожалуй, самое удивительное сегодня, что все эти игрушки никогда не были редкостью и не обладали такой эмоциональной ценностью, какой они обладают здесь и сейчас. Татьяна Ермошина, Екатерина Руджева, Руслан Абдулин. Объективное ННТВ.